С 29 января в Кемеровской области регулярно фиксируется меньше 100 заболевших COVID-19. В связи с этим власти региона приняли решение о прекращении деятельности Кузбасского оперштаба в том формате, в котором он сейчас существует. Мое такое предложение – уже уходить от COVID-19, потому что когда мы называем наш штаб COVID-19, мы концентрируем все свои усилия, направление на COVID-19, даже мыслительную всю деятельность. Я предлагаю штаб полностью переименовать. Вообще уберем COVID-19, это будет штаб по охране здоровья населения Кузбаса. И все вопросы, которые являются вызовами серьезными для здоровья наших жителей, мы также эффективно будем с ними на штабе эти вопросы рассматривать. В задачи штаба будет входить вопрос вакцинации. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргариты Новоселовой, в регион поступило 45 543 дозы вакцины. Вакцинировано 31 386 человек, из них старше 60 лет – 12 717 человек. С начала прививочной кампании в Ленинск-Кузнецкий всего поступило 5 партий препаратов «Спутник Ви». Это 1290 доз. Также губернатор отметил, что в регионе идет активная работа по раннему выявлению туберкулеза, для чего медицинские организации оснащаются современными передвижными и стационарными флюорографами. Сейчас их 119, из них 17 мы получили в 2020 году. Ежегодными профилактическими осмотрами охвачено более 85% населения региона, подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. За последние пять лет заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась со 102 до 72,5 случаев на 100 тысяч населения. При этом 61% больных – люди трудоспособного возраста, не вовлеченные в экономическую деятельность, так что проблема по-прежнему является медико-социальной. Среди позитивных тенденций заместитель губернатора Алексей Цигильник отметил устойчивое снижение смертности от туберкулеза на 42% за последние пять лет. По информации регионального Минздрава, на противотуберкулезные лекарственные препараты и диагностические средства в 2020 году было направлено почти 207 миллионов рублей из областного бюджета и 131 миллион 700 тысяч рублей из федерального. Субтитры создавал DimaTorzok